Девять дней в году Волгоград носит гордое имя Сталинград. Сегодня все мы – сталинградцы. 2 февраля в России и за рубежом отмечают победу советских войск в битве на берегах Волги. Одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества длилось 200 дней и ночей и унесло жизни более 1 миллиона 300 тысяч наших воинов. Победу советским бойцам и офицерам удалось одержать благодаря безмерной стойкости, героизму и бесконечной любви к своей родине. Итогом битвы стал коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. Говорят, когда бьют пушки, музы молчат. Но его любовь к искусству не остановила и война. Алексей Бородин – художник и солдат. Зарисовки фронтовых будней очевидца тех огненных сражений представили в музее имени Ильи Машкова. На открытии документальной выставки побывали и мои коллеги Лейла Джумалиева и Владислав Горин. От курсанта танкового училища до участника курской битвы и службы в частях Красной Армии в Монголии. Судьба показала ему многие грани жизни и каждую из них Алексей отразил на бумаге. На выставке в музее Машкова представлены десятки уникальных фронтовых зарисовок за 4 года ужасов и миллионов смертей. Как меняется лицо советского солдата от первых трагических дней войны до победоносного 45-го года, каждый зритель понимает по зарисовкам Алексея Бородина. После победы нашей армии в Сталинградской битве один из зарубежных журналистов сказал «Я не узнаю русских». Он имел в виду изменившееся морально-психологическое состояние нашего народа. Вот эту твердую уверенность, что победа будет за нами после Сталинграда, это стало очевидно, понятно. И изменился человек. Не случайно Алексей Иванович в одном из рисунков, в одном из портретов фронтовых, он делает подпись «Бывалый солдат». Алексей Бородин прожил 89 лет. В 27 выпускник художественного училища встал на защиту своих любимых и родной страны. Кистью Мольберта сменил на автомат, но для искусства художник всегда находил время и устраивал выставки на фронте. Это было спасительным мостиком, позволяющим выжить в труднейших условиях и ему, и его боевым товарищам. Кроме фронтовых работ мастера, в музее Машкова впервые представлены фотоматериалы из семейного архива художника. Здесь представлены фотографии 1940 года, когда он был еще курсантом артиллерийской школы. Здесь представлены фотографии судьбоносного для него 1943 года, когда он получил ранение, контузию, когда он заслужил свой орден боевой красной звезды. Здесь представлены и его фотографии 1944 года, причем на фоне импровизированной выставки. В 47 лет Алексей Бородин переехал в Сталинград и связал свою дальнейшую жизнь с нашим городом. Помню его на каких-то мероприятиях союзов художников. Я знаю, что он блестяще совершенно играл на балалайке. Свобода, внутренняя раскованность, какой-то такой артистизм проявлялся и в его облике. Он был маленький, сухощавый, в каком-то вечном таком берете, с невероятно живым, подвижным лицом. И вся его фигура, все его жесты, все выражение его облика выражало невероятную благожелательность по отношению ко всему, что он встречал. 2 февраля в честь победы в Сталинградской битве в музее Машкова для волгоградцев и гостей города-героя проведут кураторские экскурсии по выставке рисунков художника-фронтовика Алексея Бородина. Владислав Горин, Лейла Джумалиева, Рубен Тальский. Время новостей. В Волгограде прошел 77-й всероссийский легкоатлетический забег. Он посвящен 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В спортивном мероприятии приняли участие школьники, студенты вузов и СУЗов, ветераны спорта и все любители бега. Трасса на участке от бронекатера БК-31 до Волгоград-арены уже с утра стала пешеходной. На магистрали собрались сотни профессиональных бегунов и спортсменов-любителей. Отгремели залпы, прошли годы, но в наших сердцах продолжает жить память о наших защитниках, о тех событиях, о событиях того времени. И сегодня все свои мирные победы и достижения мы непременно посвящаем подвигу наших защитников, защитников Сталинграда. Среди участников пробега не только жители Волгограда и области, но и многочисленные гости города-героя. Они не только вышли на старт спортивного мероприятия, но и посетили достопримечательности города на Волге. Отдали дань памяти героям Великой Отечественной. В их честь возложили цветы и венки к знаку героям Волжской военной флотилии. Мы пришли сюда для того, чтобы отдать дань нашим предкам погибшим, которые освободили эту Сталинградскую нашу родину и дали нам возможность сегодня участвовать в этом великом пробеге. Ежегодно соревнование привлекает большое количество любителей бега и патриотов страны. Не стал исключением и этот пробег. Свои силы на дистанциях 2, 5, 10 и 20 километров попробовали почти 800 участников разных возрастов и профессий. Это иотичное мероприятие. Мы как потомки победителей, я считаю, должны отметить эту знаменательную дату таким образом, как спортсмены. Эмоции вообще зашкаливают. Очень было интересно для себя пробежать, узнать свои силы. В целом очень классно. 77-й легкоатлетический пробег прошел при поддержке Комитета физической культуры и спорта Администрации Волгограда. На финише всем участникам забега вручили памятные медали, а победителям специальные призы. Данила Небабин, Рубен Тальский. Время новостей. В душе у каждого человека есть любовь к своей малой родине. Где жили его предки и где живет он сам. В выставочном зале Союза художников Волгограда наградили участников городской выставки конкурса «Фольклорная палитра». Как танцы, стихи, музыка и произведения живописи помогли учащимся художественных школ и творческих коллективов выразить любовь к родному краю узнала Ангелина Романенко. У каждого человека есть мечта. Кто-то мечтает о богатстве, кто-то о славе, а кто-то мечтает творить и делиться своим талантом. Софья Коваль с малых лет занимается изобразительным искусством, планирует посвятить свою жизнь живописи. Эту картину я нарисовала, потому что мне захотелось изобразить пряжку в те времена и показать ту атмосферу. В фольклоре воплощены идеалы и стремления народа, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, мечты о справедливости и счастье. Эти мотивы прослеживаются в каждом проекте на выставке, будь то картины, песни или танцы. Целью нашего конкурса, прежде всего, является развитие художественных способностей детей и творческих способностей. Стараемся выявлять наиболее талантливых детишек и, конечно, воспитать в них чувство патриотизма, любви не только к родине, любви к искусству, к любви к народному творчеству. Выставка-конкурс на фольклорную тематику проводится в Волгограде с 2005 года. Произведения молодых дарований передают весь колорит русского народного творчества. Без этого не будет будущего, без этого не будет нового поколения, которым бы мы гордились. Чувство прекрасное, я думаю, самое высокое направление, которое мы должны для молодежи выбрать. Вот именно потому, что это наше будущее. В этом году в программу конкурса к номинации «Изобразительное искусство» добавили еще две – фольклорные ансамбли, инструментальные ансамбли и оркестры народных инструментов. Если говорить о русской душе, конечно же, поет о своей малой родине, душа поет о любви к родине, к ближнему, матери своей, к тому, что нас воспитала. В городском конкурсе «Фольклорная палитра» приняли участие более 200 творческих ребят. И с каждым годом, по словам его организаторов, работ становится все больше. Ангелина Романенко, Данила Небабин, Александр Шишин. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutub.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом пока все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин